Всем привет, дорогие друзья! С вами снова я, Данали, и сегодня у нас очередное... Всем привет, дорогие друзья! С вами снова я, Данали, и сегодня у нас видео по очередному обновлению Startable Online. Посмотрим, что у нас добавили, как это выглядит, что на нем присутствует, и также поговорим о том, что ждет нас в следующем месяце. Так что, седлайте своих коней и... поехали! А ждет нас много всего интересного. Наконец-то, спустя столько лет, на Юрвике достроили скоковую дорожку Баронессы. И, к сожалению, новым поколениям игрокам никогда не понять всю боль и всю радость ожидания и получения нового ипподрома. Потому что, к примеру, такие люди, даже как я, которые начали играть в ССО в 2017 году, ждали... Сколько? Правильно! Почти 5 лет, чтобы получить эту дорожку. Мы ждали реальных 4 полных года, чтобы наконец-то дождаться и получить эту желанную достроенную скоковую дорожку. Но это уже не скаковая дорожка. Скаковая дорожка была раньше, а теперь у нас есть настоящий ипподром. И я очень счастлива, как и большинство людей. Конечно, мы будем скучать по старой скаковой дорожке, но благодаря... ...возможности записывать видосики, у меня на канале есть видео со старым ипподромом. А также есть другая версия в моей группе ВКонтакте. Так что по ссылочке в описании переходите. Там тоже есть видосик, только немножко с другой музыкой. И он более обрезанный, как под музыкальный клип. Как вы видите, я уже обновила ипподром. Я его достроила. Да, я записывала, конечно, как мы все это делали с Каролиной и Харли. Мы все это открывали вместе. Но я не хочу все это выставлять. Там слишком много нашей личной болтовни. И мало меня, потому что у меня не было возможности записывать озвучку. Вот. Но теперь я могу просто наслаждаться жизнью, любуясь этой гигантской красотой. Какая же она большая, эта скаковая дорожка. Я прям не могу. Единственное, я побегала по ней. Я ее изучила с ног до головы. Ну, в пределу своих возможностей. И есть вещи, которые меня очень радуют. И одно большущее недоумевание. Но давайте начнем по порядку. Так что сегодня у нас будет такая а-ля экскурсия по ипподрому. Начнем мы, разумеется, с призовых мест. Меня очень радует, что они их сюда добавили. То есть можно, в принципе, если вы устраиваете соревнования, действительно поставить кого-то в первенстве на второе место и на третье место. У нас здесь есть конюшни, в одной из которой стоял метеор, пока вы выполняли задание. Но сейчас, как вы видите, всех NPC отсюда убрали по заданникам. И стойла, в котором стоял метеор, тоже опустела. Так что можете его занимать. На удивление, тут, оказывается, есть две раковины, в которых вы можете наполнить воду. Одна находится на этой стороне конюшни, другая на противоположной. Очень удобно. Не нужно бегать с одного конца в другой, чтобы напоить свою лошадку, если у вас случайно, неожиданно в ведре закончилась вода. Потом еще удивительный элементик тут стоит. Это бочка. Я никак не думала, что сюда, на эту территорию, добавят какой-то отдельный загон, кроме постоя, скажем так, мини-паспища. Но тут у нас есть бочка, так что здесь можно будет тренироваться, ролить и просто действительно тренировать свою лошадку в виде ролки, чисто для себя, чисто для уменения. Дальше у нас есть а-ля территория ухода. Здесь вы можете поменять прическу своему коню. Я тоже этому очень сильно удивилась, что на ипподроме нам сделают приконного парикмахера. Хотя, казалось бы, вот недалеко у нас ферма Стива и деревушка Серебряной Поляны, то бишь, ее прямо отсюда чуть-чуть можно увидеть крышу зданий. То есть, в принципе, это не так далеко. И я не думала, что они поставят сюда, назовем это дублем парикмахерской. Куча инвентаря, вкусняшек, бочек, вилл, чисто все по эстетике и даже седла. Можно просто любоваться всеми этими предметами и почувствовать эту атмосферу. Также здесь много канавязей, то есть, можно всем клубам по возможности прийти, привязать лошадей, начать за ними ухаживать, потом всем оседлать их и начинать уже заниматься. Потом вот эта мини-территория ветеринария. Тоже очень классно. Здесь есть загон, в котором стоят два англичанина. Англичанина, все-таки баронессой, я так понимаю, увлекаются больше английской чистокровной породой, чем какими-то еще. И есть загончик с Аполлузой. Я думаю, у нее тут а-ля карантин, не буду ей мешать. Есть вот такая вот у нас площадка для ухода. Напоминаю, что здесь можно помыть свою лошадь, именно из шланга. Но если вы зайдете сюда без лошади, то, как всегда, увидите смешную анимацию, как вы танцуете в пене. Ничего нового. Что же у нас по следующей, по другую сторону ипподрома. Мне, кстати, очень нравится статуя первой лошади-баронессы. Прям очень классно. Каневозка у нас теперь стоит здесь. И мне нравится, что сейчас при открытии новых территорий ставят несколько каневозок. Точнее, одну работающую, один автомобильчик, один обычную машину какую-то и два кузова. Я забыла, как это называется. В общем, очень много реальности, что действительно так все стоит. Тут приезжает кто-то, кто-то уезжает. И в целом, даже вот если сейчас здесь нету людей, то чувствуется, что это место не заброшенное. И тут есть жизнь. Хотя бы какая-то, в виде NPC-шек, в виде, да, продавцов. Вот так вот у нас выглядит место скачки. Тут тоже куча инвентаря. Здесь скачка для просто рейтинговых заездов вместе со своими друзьями. Зона отдыха для людей. Меня это очень сильно порадовало. Вы посмотрите, сколько много NPC. Кто-то что-то машет, пританцовывает. Две девушки сидят, болтают. Паренек смотрит на магазин. Это у нас что? А, это у нас магазин, по идее, для кафетерия. Но, кстати, я не понимаю. Наверное, чтобы в него зайти, надо сесть за столик. Есть магазин с продуктами для лошадей, пикником и барбекю. И удивительно, но тут есть еще два магазина и оба с одеждой амуницией. Я не знаю, зачем так сделали. Не проще было бы сделать один магазин. Ну, хотя от большого количества магазинов здесь менее пусто. Давайте посмотрим. В этом магазине у нас пока что продается один черно-бежево-красный комплект. В нем присутствует седло, уздечка. Кстати, вот это вот мне очень нравится. С дополнительными ремешками. Комплект, в принципе, неплохой. Но я решила его пока не покупать. Потому что у меня есть куча этих скаковых комплектов. Да и, в принципе, у меня очень много амуниции. Мне тратиться на это, я думаю, уже не нужно. Только если очень сильно захочется. И второй магазин здесь присутствует. Вот у нас два комплекта амуниции и одежды по цвету, похожих на комплекты диких лошадей Юрвика. Которые в Red One Point продаются, по-моему. Да и, в принципе, из темы Диколесья. Они тоже классные. Мне очень нравится текстура вальтрапов. Ну, кстати. Ага, смотрите. Нужно быть избранной. То есть, даже мне здесь недоступна на основном аккаунте покупка этих вещей. Нужно быть избранной в... Ребята, тут отдельная репутация для этой дорожки. Я даже не знала об этом. Избранная в благородная дорожка Silver Grade. Глейдов, простите. То есть, теперь нам еще и здесь нужно качать репутацию. Чтобы мы смогли купить данные комплекты. Вау. Я этого не увидела, когда вчера смотрела. Также здесь есть почтовый ящик. Это очень важно, я считаю. В кавычках, конечно же. И очень классные трибуны. Мне они очень сильно понравились. Они очень большие. Здесь камера появляется, как только вы заходите на трибуны. Это очень удобно. И камеры, надо сказать, тоже очень удобные в использовании. Их пять. Да, вот как раз мы наблюдаем, как девушка несется на полном ходу. И еще одна девушка несется. В общем, камер тут много. На каждый угол, на каждый грандус. К сожалению, камеры не поворачиваются. То есть, вместо старта, финиша. Это для того, чтобы видеть, кто победил. Кто приехал первый. Потом одна сторона. Потом централка. Другая сторона. И угол другой стороны. То есть, как раз мы вначале смотрим. Допустим, нам неинтересна первая камера. Мы начинаем смотреть со второй. Потом они пробегают третью. Потом они пробегают четвертую. Потом они пробегают пятую. И потом, когда они заворачивают на финишную прямую. Мы выстраиваемся на первую, чтобы увидеть, кто же пересечет финишную черту. Очень классное место. Мне оно очень нравится. Я вот только не помню. Я включила тут звук. Нет, я выключила звук. В общем, тут играет музыка Лизы, по-моему. Оформление классное. Обожаю фиолетовый цвет. Тут тоже сидят NPC-шки. Тут газета, записки, ленточки, цветочки. Все это очень классно, очень уютно. И еще вот этот искореженный звук радио. Мне он очень сильно нравится. Я так понимаю, тут еще есть мусорка. Туалет. Я так понимаю, что это туалет. И лестница сзади. То есть можно подняться либо спереди, либо сзади. Очень классное место. Прям вот весь ипподром. У меня не было никаких мыслей, никаких надежд насчет ипподрома. Пока я не увидела спойлеры от разработчиков в виде обложки следующих обновлений. И вот там-то я уже начала думать, гадать. Но при этом не представлять. У меня не было никаких ожиданий насчет ипподрома. Я просто сидела и мирно ждала, когда же он появится. Потом у нас еще есть вот такая вышка. Здесь тоже есть камеры. Но здесь плюс в том, что вы можете весь этот угол смотреть не через камеру, а напрямую. Тоже очень удобно. Но здесь ничего нет, все закрыто. Просто вышка с камерами. Если мало ли вас поставили как еще одного наблюдателя, или вы хотите быть комментатором. Мне кажется, вот с этой вышки можно все это делать. Очень классный водопад. Мне нравится, как они сейчас сделали струйки воды, текстуру воды, анимацию потока. Еще вот эта лошадка бронзовая. Очень классно. Закрытый домик. Возможно, закрытый пока. Я пока не знаю. Я пока не уверена. И очень непривычно, что, во-первых, территория данная стала шире. Лес разросся. Поле Эвернин чуть стало меньше. И эта территория вплотную соприкасается с нефтяными башенками джет. Это тоже. Мне очень непривычно. Мне казалось, что она будет все-таки где-то в стране. Но нет. Она все-таки оказалась прямо здесь и сейчас. Прям вот на хвосте сидят. Здесь еще сидят разные NPC, все болтают. То есть, действительно, вот сейчас здесь было три человека игроков. А ощущение, что тут все живое, тут цветет какая-то жизнь. Нет ощущения пустоты. Это очень хорошо. Это очень классно. И меня это очень сильно радует. Но единственное, что меня смущает. Смотрите, здесь есть ветеринар. Здесь есть тренер, по-моему. Да, тренер вот стоит, ветеринар в уходовой зоне. Здесь есть парикмахер, почтовый ящик. Но здесь... Здесь есть магазины. Но тут нету хранилища. Мне кажется, хранилище было бы очень даже кстати. Так как если мы собираемся бегать ипподромом, на ипподроме вместе с друзьями, согласитесь, вы поставили лошадь. И... Но почему бы не поставить... Я даже не против, если бы хранилище было на трибунах. Хотя бы вот в той маленькой комнатке рядом с туалетом. Поставьте шкафчик, чтобы можно было хоть где-то переодеться. А не то, что мы вначале соберемся здесь. У нас появится какая-то гениальная мысль. Мы начнем что-то делать. Может быть ролить. А бегать за одеждой придется куда-то в другую сторону. Мне кажется, это неудобно. И вот хотелось бы, чтобы разработчики, может быть чуть попозже, но добавили бы сюда хранилище. Я была бы этому очень-очень рада. А теперь давайте посмотрим же новости, которые ожидают нас в следующем месяце. Весь следующий месяц, ребята, будет посвящен дням открытых дверей в конюшне Юровика. И хочу сказать, что с каждым годом данное мероприятие становится все шире и шире. Но в этом году это будет просто какой-то бал эмоций. По первой причине для меня это появление обновленных выездковых седел. Если вы, как и я, любите реалистичность в этой игре, и у вас каждое седло на каждую предмет верховой езды, то есть конкурс выездка, вестерн, вы используете разные седла, то вы тоже уже много лет ждали обновленных выездковых седел. И как раз буквально недавно в каком-то видео я говорила, что старые выездковые седла ничего на самом деле. Они не так плохо выглядят, вот те, что из падения губернатора. Но все-таки уже хочется что-то нового. И вот уже на следующей неделе нам привезут эти обновленные выездковые седла. Ааа, боже, я не могу, я не могу этого дождаться, ребят. Честное слово, я очень этого хочу. И да, вы знаете, сколько у меня уздечек в конюшне, но все равно я купила, допустим, на своего раба английскую уздечку с дополнительным ремешком. И не только на этом аккаунте, потому что это классная уздечка. Я уже редко покупаю какую-то амуницию, кроме вальтрапов, допустим, или каких-то там украшений. Хотя нет, украшения я тоже редко покупаю, только вальтрапы в основном. Но вот эти уздечки с дополнительными ремешками, вот где могу, на всех своих аккаунтах, я их купила за шиллинги, по-моему. Они стоят, по-моему, 5200. Но если постараться, если вы качаете лошадей, 5200 вы легко накопите, вы их легко потратите. И также легко потратите. Вот. В общем, весь следующий месяц у нас будет связан с днями открытых дверей. У нас будет очень много одежды, очень много амуниции. Мало того, что нам привезут прошлогодние комплекты, нам завезут, как всегда, что-то. новое. Потом в течение месяца нам привезут вначале одну новую лошадь. Потом еще две новых лошадей. И также у нас будет цепочка квестов с каким-то старым знакомым, но не другом. Который попытается нам помешать. И если вы посмотрите трейлер обновления в группах ВКонтакте или на странице Star Stable, то вы увидите а-ля такое промо чьих-то сапог. Я, кажется, догадываюсь, чьи это сапоги. Возможно, мы эту девушку уже знаем и даже видели в новом образе. А кто не видел и не знает ее в таком образе, то, ребят, вы наверняка не догадаетесь, кто это вы и не узнаете вообще. Если вы не в курсе за спойлеры и все такое, если вы маленького уровня и сюжетку вы еще там в диколесе не открыли, вы вообще не догадаетесь, что это за человек. Но это человек. Такая пометочка. И там еще будут какие-то задания с животными, мол, животные разбежались, их нужно вернуть обратно. Также нам завезут пять новых питомцев, трех кроликов, одну сороку и одного какого-то бурого ворона. Я параллельно кроликам, но вот бурый ворон, наверное, попадется ко мне в руки. Потому что сорока, ну сорока, сороку надо было бы добавлять до воронов на Хэллоуин, я считаю. А тут бурый ворон, кролики... Нет, кролики милашные, они классные. Но не забывайте, кстати, что сейчас у нас питомцы стоят как самые дешевые лошади. И то и по средней цене. Как первые поколения на рынке они стоят. То есть у вас вариант, либо вы покупаете одну лошадь с рынка, либо вы покупаете одного питомца. Но зато новенького, красивенького. Да, а сейчас нам очень тяжело все-таки с СК расставаться. Ой, ну к сожалению, покупку коней никто не отменял. Но, кстати, я не знаю. Наверное, я на Дарью куплю только Араба. Да, потому что нам завезут Араба. А вот двух других лошадок я куплю, наверное, на другой свой аккаунт, который занимается только англичанами. Да, такая спойлер. Спойлер-тема. Так что сидите, ждите, как и я, следующей недели, следующее обновление, весь следующий месяц. А тем более сейчас у нас вчера было 1 апреля. А это значит, что на следующей неделе в среду должны добавить в обновление что-то, связанное с 1 апреля. И мне вот интересно. Это будут магические облики первых лошадей? Лошадей, большие головы или машины? Я не помню, что было в прошлом году, поэтому не могу судить о том, что будет в этом. Но просто сидим и ожидаем. Так что я желаю вам хорошего дня, вечера, хорошего времени ожидания. Потому что уже осталось 4 дня подождать. Даже 3. И все будет замечательно. Мы будем радоваться, праздновать день открытых дверей. Жалко, конечно, что те, у кого нету старайдера, не смогут у него попасть. Но, ребята, давайте думать о хорошем. Наверняка новые комплекты, новые выездковые седла, они добавятся в глобал магазин. Поэтому зарабатывайте шиллинги, как можете, всеми способами. Только без читерства. Читерство это нехорошо. И будем радоваться этому событию вместе. Так что на этом все. И я с вами прощаюсь. Не забывайте тренировать своих лошадок, чистить их, а также угощать морковкой. Всем пока, удачи вам и до встречи в следующем видео. И хороших вам скачек. Субтитры подогнал «Симон»!